В Республиканской государственной национальной библиотеке прошло мероприятие, посвященное 90-летию поэта, писателя, сатирика, ученого, педагога, оратора, фольклориста, кандидата филологических наук Магомеда Ахьяевича Хубиева. Вспомнить этого неординарного человека собрались многочисленные ученики, друзья, коллеги, родственники и почитатели его таланта. С мероприятия репортаж Беллы Джозаевой. В истории Карачая было немало писателей, поэтов, певцов и сказителей, оставивших нам в наследство свои прекрасные рассказы, стихи, песни, легенды, сказки, притчи, пословицы и поговорки. Но Магомед Ахьяевич Хубиев стоит особняком, как и все братья Хубиевы. Имена Османа, Назира и Магомеда, классиков карачаевской литературы на Кавказе, знакомы всем. Осман Ахьяевич – талантливейший писатель, ветеран Великой Отечественной войны. Назир Ахьяевич – непревзойденный поэт-лирик. А Магомед Ахьяевич воплотил в себе практически все жанры искусства. Его жизнь в сессии была посвящена четырем направлениям – науке, педагогике, сатире и песне. Конечно же, очень приятно видеть знакомых людей, родственников в этом зале. Я хочу пожелать всем всего самого наилучшего. Хочу пожелать, чтобы мы были достойными потомками наших старших, чтобы мы не забывали, чтобы мы продолжали традиции, которые идут из поколения в поколение и были достойны своих старших. И сегодня в зале присутствуют молодые люди. Хочу сказать, что нет невозможных вещей. Изучайте, учитесь хорошо, достигайте. И обязательно вы также прославите свой народ, свою фамилию, республику далеко за ее пределами. Собравшиеся на вечер памяти Магомеда Ихеевича отметили, насколько многогранен был его дар. С особым трепетом вспоминали своего учителя, его студенты. Я был счастливым и плакал. Он мне заменил отца. Если чего-то я добилась в жизни, в работе, то это ради него. И все свои достижения я посвящаю этому прогородному человеку с чистыми, полнословыми, добрыми делами. Творчество Магомеда Хубиева несет с собой большую любовь к людям и к своей земле, доброту, открытость, чистоту, нравственные идеалы народа. Гости мероприятия говорили о том, насколько прекрасным он был человеком и потому прекрасным педагогом. Его характер, светлый ум, энциклопедические знания и гуманизм были известны каждому студенту, которого он учил. Удивительно и то, как Магомед Ахеевич умел превосходно совмещать разные виды деятельности. О гранях его таланта когда-то лаконично сказали его друзья. Ученый, педагог-оратор, поэт-писатель-юморист, любимый группою-куратор. Говоря о многогранности таланта Хубиева, хотелось бы привести афористический диалог Магомеда с Уинчевым Азаматом. «Магомед, в твоей жизни колесницы четыре коня. Наука, федагогика, песня и сатира. Кто же из них, по-твоему, в упряжке идет коренником, а кто в пристяжку?» Магомед Ахеевич помолчал, а затем самым серьезным тоном ответил. «Я благодарен, потому что они несут груз моих мыслей и трудов. Но если бы пришлось остаться с тремя из них, я бы взял науку, песню и сатиру. А если бы остался только с одним, взял бы коня, песню коня, стал бы с сатником, с песней на уста, подобно нашему девцу, путешественнику, в прошлом Ахеевичу, проведшему свою жизнь все три». Магомед Хубиев прожил до обидного короткую жизнь, всего 57 лет. Со дня его смерти прошло несколько десятилетий, но до сих пор его студенты, коллеги, близкие друзья не могут понять, как в его сердце вмещалось столько доброты, тепла, чистоты, любви, ума и мудрости. Была Джозева Мухаммеда Шибуков, Вести Карачаева, Черкесия.